Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас снова приветствую и мы двигаемся дальше, чтобы нам разобраться, какой источник может работать в нашей жизни, в каком многообразии веры может нас не просто вывести из страха, а обогатить Божьей природой. И поэтому хочу сказать, что раз страх – это подделка и ожидание худшего, то вера – это как раз то, что нас выведет в ожидание лучшего. И, соответственно, если раньше была извращена любовь на ненависть, то теперь мы можем любовью победить ненависть или, по крайней мере, заменить. Что касается веры, то мы заменим страх на веру. Что касается нашей, может быть, где-то у вас есть какие-то пробелы или пробоины в обеспечении, то любую нищету заменить процветанием, то есть развитием всего того, к чему вы прикасаетесь. Но мы с вами в прошлый раз стали рассматривать, как работает вера, потому что вера, она требует, в общем-то, питания. И питание берется из Божьего Слова. И вера от слышания, слышание от Божьего Слова – это то, что нас начинает созидать. И, соответственно, когда мы посмотрели, что веру познаем и что веки устроены Словом Божьим, то это мы прочли из посланий к евреям. И дальше есть еще продолжение следующих моментов, что веру Енох был переселен. Переселен был так, что не видел смерти. Это тоже интересный момент, потому что люди боятся смерти. И, наверное, не наверное, а точно, это самый основной страх, лежащий в основании всех остальных страхов. И поэтому, если убрать страх смерти, то и все остальное тоже не имеет уже над человеком власти. То вот Енох так ходил пред Богом и верою он был переселен, так что смерти не увидел. Это, может быть, не коснется каждого, что человек не умрет, но хотя группа людей это коснется. И тем более, когда мы живем в это время, последнее время, когда часть людей, как Церковь Христа, как Церковь, которая имеет личные живые отношения с Богом, будет взята с земли и не увидит смерти. Но сейчас я даже больше хотела бы сказать о том, что страх смерти нам не страшен тогда, когда мы знаем нашу будущность после смерти. Когда это построено не на основании каких-то иллюзий или дорисованных картин, что станет человек Баобабом или кем-то еще после смерти. Это все основание не имеет в Божьем Слове. И поэтому подобную ложь лучше отмести сразу. Но то, что является Божьим основанием, что человек однажды живет, а потом умрет, а потом суд. Но вот чтобы не бояться вот этого перехода, то необходима, опять же, вера. Вера в то, что Бог обеспечил нам выход из тела и вхождение в его присутствие, если здесь на земле мы с ним встретились. Поэтому, друзья, если есть боязнь страха, то надо разобраться с вашей будущностью. Насколько вы в этом смысле четко понимаете, что ваша будущность, ваша вечность обеспечена. Если нет, тогда я порекомендую вам конкретные места писания. Одно из мест, которые лучше выучить наизусть. Может быть, я вам сейчас парочку дам. Которые стоит, пару мест, которые стоит выучить. Одно, конечно же, классическое – это 3.16 Евангелия Теана, где написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Разбирая этот текст, вы как раз поймете, как работает вера и как она освобождает от страха. «Если я уверовал или уверовала в то, что Иисус за меня принял смерть, Иисус за меня принял грех, Иисус за меня принял проклятие, Иисус за меня принял беззаконие, если я это знаю, то написано, чтобы всякие верующие в Него, причем не просто знаю, не просто я где-то слышал, а я в это поверил, я это принял как дар Божий и говорю, «Господь, благодарю Тебя, что там, где должен был быть я, был Иисус». Может быть, тот и скажет, «Но я не настолько был разбойником, чтобы мне оказаться на кресте». Ну а если поподробнее разобраться с жизнью, то, может быть, многие моменты, когда человек, допустим, тот же аборт, уничтожение ребенка, который ничего не сделал плохого и вообще не просился к жизни, но убийство и, может быть, даже не одно. И что с этим делать? Слово, которое было сказано так, что человека убило потому, что он не смог простить и ушел раньше из жизни, потому что его эта болезнь сразила. И сколько таких взаимосвязей может оказаться в жизни каждого человека? И даже если то, что не лежит на поверхности, это не значит, что Бог эти вещи не взвешивает. Все будет взвешено, если самому человеку придется стоять на суде и оправдываться. Но когда мы говорим о том, что Иисус взял на себя эту проблему греха, то тогда мы, веря в это, говорим, «Господь, а я благодарю Тебя, что моя жизнь Тобою уже оправдана. Я очищена через Иисуса». Соответственно, вот такого рода вера, она переводит нас от смерти в жизнь, потому что, чтобы всякий верующий в него не погиб. Если ты скажешь, ну, может быть, я молодой верующий, может быть, я не так давно, может быть, у меня не такой успех, может быть, я не так развиваюсь. Слово «всякий» включает в себя все. Главное – будь верующим. И подобное место, которое хочется вам сказать из послания к римлянам 10.13. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Всякий» – это опять «всякий». Призвать имя Господне – это позвать лично вам, не кто-то за вас, а вы скажете, «Господь, войди на территорию моего сердца и моей жизни». Вот что такое ходить верой, как енох. То есть принять то, что ты сам сполучить другим путем не можешь. Соответственно, друзья мои, когда мы понимаем суть вещей, как работает вера, тогда страх смерти убегает. Поэтому наполняйте себя словами Божьими в тех сферах, где у вас есть страх. Например, вопрос болезни, который тоже может страхом вас парализовывать. Если, допустим, вы слышите, вокруг заболевают люди какой-то конкретной болезнью, эпидемия или то, либо это раковые заболевания, когда многие-многие люди от этого погибают. И человек живет в понимании информации, что это есть, а с другой стороны у него нет, как ему кажется, силы защититься. Хочу еще одно слово дать по этому поводу. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам всего». Это тоже послание к римлянам, 14 глава. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего». Я хочу, друзья, вас вдохновить и сказать, здравие тоже сокрыто в этой же жертве. И нищета покрыта тоже там же, как с ним не дарует нам всего. Вот как работает вера, когда я беру основанием для себя Божье Слово и говорю, Господь, вот так написано. И поэтому я не знаю, каким образом ты восстановишь мое тело, но я знаю, что я дивно устроен. Я рекомендую вам подобную молитву прочитывать. Есть молитва также на сайте, которую вы можете найти. И в Ютубе говорится об исцелении, о процветании, о выходе из кризисов. Любые темы вы можете взять основание, Божье Слово и на него встать. Благодати достаточно, чтобы вы были свободны. Вот так мы освобождаемся от неверия, а значит и от страха. Еще есть один глагол, который хочется сейчас озвучить. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видно. Значит, когда мы видим невидимое, мы творим невозможное. Вы помните, сказали, что вера есть осуществление, и страх есть осуществление. Поэтому, если ты видишь картину будущего печальной и страшной, то ты видишь неверные вещи, не то, что Бог для тебя предназначил. И тогда ты начинаешь, веря в эту ложь, идти туда и быть пораженным. Но когда ты веришь в то, что Бог о тебе говорит, и верою получаешь откровение о том, что Бог хочет твоей жизни сделать, то ты похож на Ноя, который строит ковчег для своего будущего. И таким образом ты можешь говорить Богу, Господь, а я строю сейчас безопасную лодку, не только для себя, но и для своих близких. Я строю эту лодку, потому что я хочу не попасть в потоп, чтобы меня это не смыло. И поэтому дай мне эти откровения. Откровения о моей семье, откровения о моих детях, откровения о муже или о жене, откровения о моем призвании. И верой вы это получаете. И я вас вдохновляю, друзья, не останавливаться на том, что вы уже имеете, потому что вера, она творит невозможное. Она видит невидимое сначала, а потом творит невозможное. Соответственно, если мы идем дальше по этой главе, то мы видим еще, что верою Авраам повиновался призвание идти в страну, в которой он никогда не был, в чужую страну. То есть выйти из зоны комфорта смог верой Авраам и стал на позиции друга Божьего. И это очень сильная позиция у Авраама. И в то же время он смог обитать на земле на чужой, как на своей. Потому что Бог ему сказал, а вот эту землю я тебе дам. И вы знаете, друзья, мы ходим по земле, которая Божья. Если есть какие-то трудности у вас с землей, если есть трудности какие-то с приобретением того, что вы уже имеете как мечту много лет, но она не существляется, скажите Богу на основании этого текста, Господь, верою Авраам повиновался. И дай мне повиноваться тому, что ты хочешь сказать мне сегодня. Куда мне пойти? Что мне сделать? Какие написать заявления? Какие, может быть, сделать звонки? Какой просмотр чего осуществлять? Но я хочу делать верой. Эти шаги, как это сделал Авраам. И стал обитать на земле, на чужой, как на своей. Что цари завидовали Аврааму. Как это могло быть? При всем том, что Бог при нем не отдал ему эту землю. Он сказал ей, это будет в потомстве твоем. Потомки завладеют этой землей. А ты живешь на ней, просто ее обходишь. И когда ты ходишь, то ты оставляешь след. След того, во что ты веришь. Ты пошел, ты отправился вместе со мной. Поэтому, друзья, если вы не знаете, как победить ситуацию, и она сегодня против вас, обойдите эту территорию, обойдите эту землю, образно говоря, или впрямую, если это прямая земля. Обойдите и утверждайте, Господь, ты нам ее даешь. Ты даешь нам то, что раньше мы могли только, может быть, отчасти мечтать. Так работает вера. И так прогоняется страх. Словами, в которые вы поверили. Словами Божьими. Потому что Бог голосу своему или глазу своему дает глаз силы. И, соответственно, когда вы берете Его слово и произносите своим голосом, то в вашем голосе появляется сила Божья. Потому что в Его слове эта сила сокрыта. Вот таким путем, друзья, мы побеждаем любую опасность, которая встает у нас на пути. И также еще одно слово, которое я хочу сейчас озвучить из этой же главы, что верою сама Сара получила силу к принятию семени. И вот таким образом, что вера, она еще дает силу принять нечто новое. Это для рождения детей, у кого их нет, и кто боится остаться бездетным. Страх вам не попутчик, он еще больше будет разрушать ваш организм. Но если вы будете стоять на Слове Божьем и говорить, Господь, а я принимаю верой силу семени, я принимаю верой исцеление своих органов, своих систем органов, потому что твоей благодати достаточно, и я дивно устроен. Вот так, друзья, прогоняется страх. Вот так насаждается вера, и вот так она дает плоды. Конкретное применение Божьего слова. И как вы понимаете, это слово надо знать, а значит проводить с ним время. Что я вам не просто рекомендую, а настоятельно советую от имени Бога, потому что это источник нашей жизни. И когда-то сам Бог сказал Моисею, помни, не хлебом, одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому, если ты чувствуешь, что твоя жизнь утекает, начни питаться от Божьего слова, от его источника, потому что это жизнь для того, кто нашел совет и небо. И тогда будет тебе чем отражать любое сомнение, любой страх, который только поднялся. И ты говоришь, страх, убирайся вон. В моих устах слово вдохновенное, в моих устах слово Божье, и оно наполнено Духом Божьим, и поэтому ты уйдешь с моей дороги. Не живите со страхами, прогоняйте их. И короткая молитва в завершении. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа «Я благодарю тебя, что верою познаем, что верою повинуемся, верою получаем откровение, верою получаем семя для жизни». «Я благодарю тебя, что вера – это противоположность страха. И если страх лишает семени, лишает откровения, лишает возможности познавать что-то большее, то я благодарна тебе, что сегодня у нас есть такая привилегия отказаться от всякой лжи, которая когда-то проникла внутрь. Но сейчас, принимая силу Божественного Слова, мы принимаем тебя, мы принимаем твою энергию прорыва, чтобы страх не просто оставил, а убежал с нашей территории. Я благодарю тебя, что у нас есть все для того, чтобы его победить. Это твое слово, это вера, это наши отношения с тобой. И да пребудет твой мир, который превыше ума, и соблюдет нас во Христе Иисусе и каждого человека, кто нас сегодня смотрит. Да будет так. Молилась к тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго. До новых встреч. До свидания. Мы еще с вами не прощаемся. И вскоре будем завершать эту серию наших программ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»